Мы в интернете не нашли ни слова о вашей биографии. Может, пора рассказать? Ни дня не отработал детским неврологом, то есть мне хватило впечатлений в ординатуре. Мы там похоронили человек 40. Наверное, все-таки дети – это не мое, потому что, в принципе, профессиональный спорт – это не про здоровье. Это про продать свое здоровье подороже. Что только не происходит. И энергию гоняют, и с печенью разговаривают. Мы все извиняемся, мы все приседаем, перед вами три раза куделаем. Говорят, что Демченко матерился на сеансе. Я один раз в жизни матерился на сеансе, но потому что просто это было too much. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Львовна Борисовна. Очень рад, давно не виделись. Рад, что вы к нам приехали. Взаимно. Мы в интернете не нашли ни слова о вашей биографии. Может, пора рассказать? Да, можно поделиться, ничего не скрываю. Я москвич. Родился здесь недалеко, в центре планирования семьи. Соответственно, занимался спортом детства очень активно. Сначала занимался ашхарой карате, потом начал заниматься самбо. Как меня все больше в такие вещи тянуло. Но спорт всегда как-то был в жизни. И когда дошло дело до того, скажем, до определения профессии, я, честно говоря, хотел играть в компьютер. В общем, как все дети. Но мне родители сказали, у меня папа врач и мама клинический психолог. Папа говорит, ну, мне, говорит, ну, невролог нужен. Он говорит, вот пойдешь в мед, вот и все будет хорошо. Я думаю, ну, мед, так значит, мед. И как-то вот таким образом попал в медицину, да, просто из, как это, клановость, да, такая медицинская в семье была. И пошел на питфак. Почему бы на питфак, вы что сказали? Ну, раз во второй мед, во втором меде сильный очень питфак, надо идти на питфак. Это был второй мед. Да, второй мед. Уточняю. Второй мед. И закончил питфак, пошел, естественно, детскую неврологию, ординатуру. Со второго курса института я уже начал заниматься медицинским массажем, там прошел, прошел курсы. И отец меня, собственно, начал подкидывать каких-то пациентов, уже начал работать руками. И когда закончил неврологию, я понял, что, в общем, как массажист даже, я могу больше помогать людям, чем как невролог, скажем так. Потому что невролог для меня был такой, знаешь, как собачка, все понимает, ничего сказать не может, да, там, три таблетки, два укола. И потом уже из этого массажа, из спорта, дальше уже пришла идея заниматься больше спортивной реабилитацией, работать со спортсменами. И когда уже начал больше заниматься остеопатией, мануальной терапией, переходить больше к спортивной, получил вторую квалификацию по спортивной медицине. Попал работать в хоккейный клуб ЦСКА, проработал там старшим реабилитологом несколько лет. И, соответственно, такой был хороший трамплин, потому что, в принципе, ЦСКА – это известная контора. И после того, как, ну, даже я еще, по-моему, работал в ЦСКА, попал в такую замечательную организацию. Тогда она называлась All of Running, сейчас называется All of Super Sport. Это такая большая школа для взрослых по бегу. Ну, сейчас там по разным психическим видам спорта. И там, собственно, проработал тоже главным врачом 4 года, где уже полностью утвердился такой на спортивной тематике. Соответственно, потом начал развиваться в направлении спортивной, ценно-мануальной терапии в основном в зарубежных концепциях. И у меня всегда была мечта сделать, как в Германии, такую клинику комплексную, чтобы я не один был в кабинете, а у нас была бригада разноплановых специалистов. И, соответственно, вот буквально 3 года назад получилось до 2,5. Осуществить мечту открыть клинику, в которой мы с вами находимся, клинику динамика, спортивной медицины и реабилитации, где у нас есть полный цикл реабилитации спортсменов и не только. То есть мы берем и после операции, и после тяжелых травм, так и какие-то функциональные расстройства. Очень много бегунов лечу по старой памяти из-за Лавранинга. И в основном работаю, читаю лекции открытые, много преподаю. Веду YouTube-канал «Доктор Демченко», где стараюсь делиться такой, знаете, санпроцвет работы с населением, для того, чтобы можно было какие-то упражнениями улучшить свою жизнь. Вот сейчас веду клинический прием, порядка 420 приемов в месяц, преподавательскую деятельность. Почему именно второй мед? Потому что у родителей были возможности, скажем так, поспособствовать поступлению. Потому что это были те годы, когда, помните, был большой скандал во втором месяце с мертвыми душами, когда 80% поступающих поступали по блату и все такое. То есть поступить было очень сложно. У нас были возможности, скажем, найти правильных репетиторов для того, чтобы туда поступать. Я тогда взял первое место на Московской Олимпиаде по биологии, биологию я не сдавал. Поэтому в основном готовился по химии и русскому языку. С русским у меня хуже всего. Говорю хорошо, пишу плохо. Это было очень сложно, поэтому мы наизусть учили прям строчки из сочинения. Можно было, мы знали, точно будет Пушкин, была какая-то годовщина. И у нас были такие блоки, которые можно было из конструктора собрать любое сочинение по Пушкину. Вот так попало второй мед. Прекрасно. А что вы можете вспомнить веселого в студенческие годы забавного? Из забавного? Ну, тогда у нас институт назывался Кишечник, потому что он был такой же длинный и грязный. Абсолютно. И там кошки бегали табунами, там крысы, кошки. Там прям вообще было здорово. Там был такой птюч, это такое место, вот где, ну так, большой холл. Вот. И там прям люди, панки играли на электрогитаре. В общем, весело учились, очень так бодро и задорно. Но больше мне, конечно, понравилось в медицинском институте то, что на третьем курсе мы его, слава богу, покинули и начали ходить по клиническим базам. И тут, конечно, стало вообще совсем замечательно. Потому что уже воочию познакомился с работой врачей, понял, кем стану, когда вырасту. И кем? Врачом. То есть это пришло только в институте? Ну да, после третьего курса. То есть не в детском саду. Как обычно у детей бывает. Первые три курса ты, ощущение, что ты химик, химиобиолог. Понятно. Когда вы пришли в спортивную медицину? Я ни дня не отработал детским неврологом. То есть мне хватило впечатлений в ординатуре. Потому что у детей, перефразирую анекдот помягче, две проблемы. Либо ерунда, либо капец. Капец не лечится, а ерунду не лечим. Либо стомо проходит, либо уже... Я в очень тяжелых отделениях проходил практику. Это было Морозовка, отделение неврологических отказников. Дедомовцы, неврологические отказники. Потом попал в российскую детскую клиническую больницу. Там было отделение. Половина отделения это боковой амитрофический склероз. А половина оптика мелиидервика и расселинский нос у детей, которые очень агрессивно текут. Это смертельные заболевания. Мы там похоронили человек 40. И я, наверное, понял, что, наверное, все-таки дети это не мое. Хочется лечить взрослых людей, которые сами виноваты в своих проблемах. В основном, что у них спина болит. И, во-вторых, конечно, может быть, смолодушничал, но захотелось заниматься какой-то такой медициной, в которой как-то не умирают. И вот как-то вот чуть больше колено болит, поменьше. То есть что такое более функциональное, где можно человека излечить, чтобы он все были радостны. Я очень люблю видеть довольно быстрый эффект от своей работы. Поэтому, когда у меня было такое разветвление, больше уходить в репутацию упражнениями или больше работы руками, я больше выбрал ручные методы, иголочки, мануальную терапию, остеопатию, потому что ты можешь прямо здесь и сейчас, прямо своими руками сильно изменить состояние человека. Для меня это как бы очень важно, именно такая эмоциональная подпитка от работы. Потому что иначе по 28 человек в день просто невозможно, если они все скоро умрут. Это просто ужасно. Поэтому немножко смолодушничал, может быть, убежал от серьезной медицины. И это было одно из моментов. Второе, как я уже говорил, мне очень близок спорт самому. И был уже бэкграунд массажный, спортивный массаж. И практически пациенты, которые ходили ко мне на спортивный массаж, просто я потихонечку начал изменять подход работы с ними. То есть я начал интегрировать остеопатию, мануальную терапию. Итого, сколько лет вы в спорте и на медицине? У меня очень плохо с датами, числами и годами. У меня, честно говоря, вся жизнь очень, знаете, так давно и не очень. То есть это давно? Ну, достаточно, да. Хорошо, спасибо. А сейчас продолжаете спортом заниматься? Да, сейчас вот с утра буквально ходила нордическая ходьба. Я изначально попытался начать бегать. Моя максимальная дистанция была марафон. Я его еле-еле-еле вообще пробежал с результатом 4.32, позорным. Понял, что, наверное, все-таки именно бег на длинной дистанции тяжело. Хотя это был очень полезный опыт, потому что очень важно понимать своих пациентов, которые приходят с беговыми травмами. Я получил прям 4 беговых травмы классические за это время. За один раз или? Нет, по пути к марафону. И в итоге заменил кардио на нордическую ходьбу. Мне очень нравится, потому что больше подключается мускулатура и меньше травматизма намного. И 3 раза в неделю у меня в клинике зал хожу к нашему врачу ЛФК заниматься со свободными весами. Гиревой спорт и свободные веса. Базовое упражнение. Как вы в целом оцениваете спортивную медицину в России? Если мы говорим о спортивной медицине в целом, то есть берем сердечно-сосудистую систему, поддержку спортсменов по питанию, обменным процессом, периодизации нагрузки, даже поговорим про оборудование, которое сейчас есть и в спортивных клубах, есть и, скажем, о медикаментозных методиках воздействия, у нас все вообще замечательно. Потому что в спорт деньги все-таки вкладываются, и клубы очень часто спонсируются серьезными организациями. Поэтому, когда я в СССР работал, у нас состоялось самое топовое оборудование в мире. То есть кабинет физиотерапии стоил примерно 60 миллионов. Там оборудование было. То есть прям вот какое оборудование горишь, его привозят, и оно работает. К сожалению, не очень хорошо с тем, что за границей называют физической терапией. У них это не совсем спортивная медицина. Это как бы отдельное такое мероприятие. Это работа механическая. В основном это включена мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура. С этим немножко сложнее, потому что Россия шла как-то своим путем немножко, мало интегрировала иностранный опыт. А тут, к сожалению, надо работать, или к счастью, работать всем миром, потому что в основном физическая реабилитация, мануальные концепции, они держатся на личностях. То есть нет такой страны, где там 10-15 человек, которые там все придумали. То есть есть один из Новой Зеландии, другой из Австралии, третий из Австрии. И вот на этих личностях все держится. И, к сожалению, опыт вот этих школ был слабо достаточно интегрирован. То есть я набор сертификатов, которые у меня сейчас есть, его ни у кого в России нет. Я, когда эти концепции приезжали в Россию, я был на всех первых семинарах. И действительно, характер работы, конечно, поменялся потрясающе, потому что... И очень хорошо, потому что к этому времени у меня уже был опыт остеопатический. То есть я закончил остеопатическую школу, и там немножко поменялось мышление, потому что все-таки мышление врачебное и мышление физического терапевта или остеопата, оно все-таки принципиально разное. То есть это подход через диагнозы, симптомы, либо подход через биомеханику, подход через, скажем так, восприятие организма более целостное и так далее. То есть вот именно с этим есть небольшие пробелы, которые, я надеюсь, будут сейчас восполняться. Потому что, в принципе, эти концепции заходят в Россию, люди обучаются, слава богу, потихонечку уровень растет. Какую школу остеопатии заканчивали? В РШОМ это высшая российская остеопатическая школа. Кравченко там главенствует. Что вы считаете нужно в России для того, чтобы реабилитацию поднять на достойный уровень? Я думаю, что нужно интегрировать международный опыт, потому что он накоплен огромный, есть протоколы, великолепные есть концепции, западные уже готовые по мануальной терапии, по мануальным воздействиям. И что-то свое разрабатывать нерационально, просто это как заново придумывать велосипед. Я думаю, что нужно просто шире работать в контакте с международными ассоциациями преподавателями и продвигать это в более широкие массы реабилитологов, которые сейчас работают. То есть без международного опыта будет очень сложно. То есть свою дорожку вряд ли протарим такую же. Просто это времени, наверное, займет невозможное количество. Почему именно хоккей? Это случайность на самом деле. Отец у меня занимается тоже мануальной терапией, или я тоже занимаюсь мануальной терапией, и китайской медициной. И у него лечился хоккеист Кваша, такой довольно известный хоккеист. И Кваша его попросил посмотреть Сергея Федорова. Это тоже такой известный хоккеист. Он, в общем, много у него было таких рекордов, которые там только побили, такой прям легенда хоккея. Он на то время приехал из Америки, он очень много там жил, 18 лет играл в Америке. И его здесь взяли в магнитку играть, в магнитогорске. И вот я к нему приехал домой полечить ему спину, и так здорово полечил, что когда его здесь поставили топ-менеджером в хоккейном клубе ЦСКА, он решил немножко модернизировать медицинскую службу и пригласил меня. Вот таким образом попал в хоккей. Вообще у меня в жизни практически все связано с тем, что я кого-то удачно полечил, и что-то дальше в жизни позитивное случается. Вообще профессия врача в этом очень интересна, потому что, конечно, жизнь сталкивается с такими людьми абсолютно разноплановыми. Общение просто потрясающее, очень интересно на самом деле. Так что попал в хоккей вот таким образом. Есть такое выражение. Физкультура лечит, а спорт калечит. Скажите, полностью здоровый профессиональный спортсмен, такое бывает? Думаю, что нет. Потому что, в принципе, профессиональный спорт – это не про здоровье. Это про то, как продать свое здоровье подороже. Потому что на самом деле, скажем так, любой профессиональный спорт, он всегда будет работать на самом пределе организма и пытаться из него вытащить чуть больше этого предела. И поэтому, скажем, полностью здоровых профессиональных спортсменов и действующих, и которые уже закончили, я, честно говоря, не видел. И мне кажется, это вполне осознанные риски, на которые идут люди. Потому что это профессия, ну, как бы профессиональные травмы. Поэтому, не знаю, спорт, именно в высоких достижениях – это максимально не про здоровье. Но такой выбор человека, я считаю, что спортивный врач должен в первую очередь не говорить, что ты должен сидеть на диване, ничего не делать. Ты должен человеку дать возможность сделать то, что он должен или то, что он хочет. А дальше он должен уже принимать риски и выборы, которые у него есть. Потому что все-таки, насмотревшись на спорт высоких достижений, там это совсем про другое. Совсем не про то, чтобы улучшить здоровье. Потому что, в принципе, там же огромный отбор. То есть туда и так уже попадают на самую верхушку люди, у которых было оптимальное здоровье. Вот, скажем так. А где эта грань? Когда вот человек занимается спортом любительским, и он улучшает свои достижения, он хочет их улучшать и улучшать. И где наступает вот эта грань, когда человек начинает вредить своему здоровью? Ну, здесь это немножко другой вопрос, чем про профессиональные спортсмены. Потому что у них все это работа. Это их основной вид деятельности. Но любители, которые делают себе вред, такие тоже люди есть, к сожалению. И здесь очень часто я сталкиваюсь с тем, что человек, во-первых, у него есть основная работа, там еще двое детей. И чаще всего это недовосстановление. То есть когда начинает накапливаться усталость, накапливается усталость тканей, переработка тканей. И самое печальное, что очень часто любители не умеют это на себе замечать. То есть если, например, в профессиональном спорте или если постоянно тренер грамотный следит даже за любителем, то чаще всего тренер будет говорить, что у тебя признаки перетренированности. Потому что изнутри они очень слабо ощущаются. Но перетренированность – это очень опасная на самом деле штука. То есть там у мужчин очень сильно, например, от циклических видов спорта при перетренированности падает тестостерон. Очень большие проблемы начинаются с иммунитетом. То есть оппортунистические инфекции – это герпесы, грибы. То есть это прям совершенно неприятная вещь. Причем она довольно плохо лечится. И тут вот очень важно научиться слушать свой организм. То есть почувствовать, что тут начинает копиться именно перетренированность. Что ты тренируешься все больше и больше, а результаты, например, начинают падать. Или, например, чувствуешь, что сколько бы ты не поспал, ты все равно не выспавшийся. Или, например, чувствуешь, что идет перевозбуждение нервной системы. То есть очень тяжело не эмоционировать на какие-то даже легкие раздражители. И вот этот момент очень важен. Мне кажется, больше всего страдают те, кто не умеют слушать свое тело. То есть им кажется, что все хорошо, надо еще больше тренироваться. И вот из-за этого в основном травматизм возникает. Особенно в циклических видах спорта. Потому что если мы говорим про игровые виды спорта, про горные лыжи, там, конечно, преобладает острый травматизм. Там переломы, разрывы связок. И тут я больше всего связываю это с тем, что любители любят заниматься спецификой. То есть прям тем видом спорта, который есть. И очень сильно недорабатывают в ОФП, в специальных беговых упражнениях, в специальных координационных упражнениях. И в основном острый травматизм связан именно с этим. Потому что человек просто не готов в определенных кондициях к таким нагрузкам, которые хочется от своего тела. Еще один фактор у любителей, особенно те, которые начинают вообще в принципе спортивную свою карьеру за 30, то есть когда уже денег заработал и хочется здоровьем заняться. Это спортивные программы тренерские. Потому что моя классическая история, человек приходит, бегал сам, все было хорошо, ничего нигде не болело, там неправильной техникой, маленькие объемы, потихонечку повышал, он как бы чувствовал свой организм. Потом взял профессионального тренера, результаты пошли вверх, но сломался. И почему это происходит? Потому что большая часть программ по тренировке, они составлены из, ну как бы взяты из профессионального спорта. А надо понимать, что дети, ну спортсмены начинают в юном возрасте. И в юном возрасте у нас основное, что лимитирует нагрузку, это сердечно-сосудистая система. То есть дети свои ноги не чувствуют, у них все хорошо. Потому что, знаете, как анекдот из серии, что травма в 10 лет там. Ехал на велосипеде, врезался в гараж, сверху упал цеменный блок, значит там пластырь наклеил, ушел. Травма после 30, неправильно встал с кровати, чихнул сильно, да там. Вот. Такая история. Поэтому очень разный организм. И вот этот основной лимитирующий фактор у взрослых людей все-таки опорно-двигательный аппарат. А сердце достаточно неплохо адаптируется и во взрослом возрасте. То есть человек чувствует, что он может бежать, что у него много энергии, силы. И чаще всего он, конечно, прибегает к всевозможным усталостным травмам нижних конечностей. И здесь, мне кажется, очень важна тренерская работа по осознанию того, что человек работает с другим существом абсолютно, да, которым нужно очень плавно заводить в нагрузку, с которым, может быть, нужно предварительно поработать. И зачастую вот я вижу, какую картину человек приходит и говорит, я хочу пробежать марафон. Или там полумарафон. Говорит, я только вот начинаю. Вот, Владимир Сергеевич, чего бы начать? Я говорю, а сколько вы ходите в день? И оказывается, что ходит он три шага до машины и два шага от машины. И больше он вообще не ходит. Я говорю, попробуйте сначала начать просто побольше ходить. Потому что если человек вообще не ходит и начинает резко бегать, то, естественно, травматизм будет еще выше. Поэтому вот плавность набора нагрузок, тренерские планы, тренировочные, я даже так сказал, и слушать свое тело. Это основное, чтобы уменьшить травматизм, особенно вот накопительного плана при циклических спорте. А какие травмы у хоккеистов? Там острый травматизм в основном. Чаще всего это травмы, связанные с контактом, либо аборт, либо у другого хоккеиста. Особенно, если другой хоккеистов гайф просто хочет тебя вывести из игры на несколько, на весь сезон. Поэтому там в основном, конечно, очень много острого травматизма. Это переломы, вывихи, очень много страдают плечи, просто огромное количество, очень много ARS-синдрома. Это проблема, когда, в основном характерно для футболистов-хоккеистов, когда идет частично надрыв приводящих мышц и мышц живота наискосок. То есть это чаще всего прям острая травма. Потому что вообще, кстати, у профессиональных спортсменов очень реже встречаются накопительные травмы, потому что они уже гиперадаптированы с детства. То есть они настолько адаптированы, что не должно с ними случаться как раз таких проблем оверюза, избыточного использования. У них чаще всего все-таки острый травматизм. То есть что-то случилось, чаще всего это что-то, это игровая ситуация. Как понять, что пора идти к остеопату? Можно вообще пару слов про остеопатию? Что я же и остеопат, и мануальный терапевт, и геобилитолог. Давайте, вернемся, у нас там было про школу. Да, я перестал себя называть остеопатом вообще где-либо. Во-первых, сейчас очень идет большая негативная волна в целом в инфопространстве на остеопатию. Я очень хорошо понимаю, почему это происходит. Потому что из всех остеопатов, которых я лично знаю, адекватных два. Вот, то есть что только не происходит. И энергию гоняют, и с печенью разговаривают, и вниманием вправляют кости. То есть вообще мракобесие в области остеопатии в России просто ужасное. И если, например, там 15 лет назад, когда это все только там заходило, были действительно грамотные и хорошие ребята, которые учились во Франции, там у грамотных других ребят, это действительно, если слово остеопат, это было, наверное, знать качество. То есть пошел, точно помогут, это будет здравый человек. То сейчас развелось какой-то миллион каких-то курсов, где за три дня массажисты делают остеопатом. И, конечно, вот само по себе понятие очень сильно сейчас просело в качестве. И многие люди у меня приходят, говорят, надеюсь, вы не остеопат. Вот так и говорят. Говорят, только не остеопатия, ладно? Мне, говорит, уже держали руки на голове за 20 тысяч, 5 раз, говорит, мне этого больше не надо. И тут, конечно, немножко обидно за эту историю, потому что на самом деле это неплохая методика ручной работы, да, как бы мануальной терапии, это широкое понятие, это все, что по манусам руками делается. Но по мне, честно говоря, я сейчас мало использую остеопатические техники, потому что даже, скажем так, в остеопатии очень сложное и очень тонкое тестирование. Оно почти все завязано на чувствительность. И поэтому можно быть хорошим остеопатом. Ведь, по-действию, хороший остеопат и плохой остеопат. И я вот в свое время решил, что лучше я буду хорошим мануальным терапевтом, чем плохим остеопатом. Потому что очень много диагностики на чувствительности. И, например, чем отличается мануальная терапия европейская и американская. Все представления населения у нас в мануальной терапии это человек, который яростно крутит шею с ужасными хрустами. И вот это основное в мануальной терапии. На самом деле, когда проходишь, например, концепцию Мейтланд, там легкие нажимы ритмичные, никаких хрустов, все очень мягко, очень в целом похоже на остеопатию. Но самое главное, что они находятся в научной парадигме, в такой, в медицинской научной парадигме. И, например, каждая манипуляция оценивается клиническими исследованиями. Есть стандарт проведения четкой манипуляции. Есть четкие тесты, понятные и врачу, и пациенту. То есть нет такого, что непонятно тестирование. То есть, понятно, положительное, отрицательное тестирование. Очень четкие протоколы действий. И поэтому, например, если ты сдал экзамен по Мейтланд, это очень тяжело. И в течение трех дней ты сдаешь экзамен. Тебя мучают по всем техникам, по всем вопросам. Две трети группы не сдает с первого раза. То есть, если ты действительно сдал экзамен, ты не можешь быть плохим мануальным терапевтом по Мейтланд. Ты просто либо им не будешь, либо им будешь. И будет точно, что какого бы мы терапевта по Мейтланд не взяли в мире, это будут одни и те же манипуляции под одним и тем же углом, с одним и тем же нажимом. То есть, есть очень сильная стандартизация, которая проверена клиническими исследованиями. В остеопатии просто разброты и шатания. То есть, мы берем два остеопата, которые называются одинаково, и они делают абсолютно разные вещи. То есть, у нас каждая школа, кто биодинамику, кто так справляет ключицу, кто сяк, кто так проводит тест. То есть, очень слабо со стандартизацией, не проводятся клинические исследования, очень сильно разит гуруизм. То есть, грубо говоря, есть там Жан-Пьер Бораль. да вот он так сказал иначе так надо делать как где проверяли почему проверяли то есть например в маккензи концепции маккензи каждая процедура проверяется на 50 тысячах случаев и мы смотрим действительно так работает или нет а не потому что одному человеку вот получилось так поэтому у меня тоже есть некий такой негативный флер на всю эту историю то есть она разумная она хорошая но и плюс еще вот еще одна проблема что я учился лично у нас в группе было 18 человек ну и из них наверное около девяти было ну идеально сумасшедших то есть это были люди либо пограничными расстройствами психики то есть они уже там гоняли энергии там от привидений отбивались но и то есть остеопатия к сожалению притягивает таких людей то есть это прям вот такая сфера потому что очень много почему-то идет такой какой-то полу мистической истории хотя там нет ничего мистического это очень механическая работа в общем то поэтому скажем так я себя сейчас не причисляю к числу остеопатов я имею там с международную сертификацию по очень серьезным концепциям меня это устраивает и в моих руках это работает значительно эффективнее чем остеопатические воздействия в моих руках давайте так ссылочки такие делать опять же может быть потому что у меня недостаточно разная пальпация да там перцепция там я не воспринимаю космическое излучение там и так далее другие за принимать я не буду спорить на река это у кого-то есть но почему-то очень много людей приходят астопатов которые не видят его примитивные совершенно проблемы с механическое зрение там когда второй момент который мне тоже там не нравится это полное отсутствие упражнений то есть фактически я сейчас пришел к тому что если у пациента проблема он ее нажил ну то есть жил-жил-нажил то остеопатия мануальная терапия пассивные методы никогда не приводит к четкому хорошему полному излечению без рецидивирования то есть фактически всегда мы как работаем сначала ну оцениваем ситуацию если у пациента есть ограничение движения суставе боль он не может выполнять упражнения адекватно поэтому сначала пассивными методами да там нейродинамикой только не биодинамик а нейродинамик это теория шеклока вот мы сначала проводим пассивные меды зашел убрать боль увеличить амплитуду движения и в принципе мы как бы можно сказать пациент как бы здоров мне ничего не болит но практически всегда пациент уходит на этап реабилитации и лечебной физкультуры потому что если он возвращается все те же параметры которые у него были в жизни ничего не менял в жизни своей он опять наживет себе эту же проблему и в остеопатии нам прям напрямую говорили ребят ну конечно каждый месяц просто зовите на профилактику всю жизнь и вообще подружитесь богатыми семьями и ведите их всю жизнь и вы как бы лучший друг семьи уже то есть как бы получается как знаете некоторые психотерапевты так всю жизнь человека так сказать ведут вот на место чтобы вылечить и тут у меня вот большой вопрос к закреплению именно полученных мануально эффектов вот потому что практически во всех европейских протоколах мы стремимся чтобы пациент нам больше не приходил они тоже были каждый месяц всю его и всю его семью профилактировать как то так то что я считаю что профилактика это не мануальная терапия и не ручные методы профилактика это адекватная нагрузка то есть лфк это так таблетка да то есть мы сделали провели несколько курсов один курс лфк дальше человек должен перейти либо на спорт который ему нравится либо на общую физическую культуру там фитнес например но заниматься уже общеразвивающими вещами которые будут профилактика его здоровья тогда по-другому задам вопрос как понять спортсмену кроме того что он почувствовал боль а что ему нужно обратиться к спортивному врачу смотрите то есть либо спортивным врачу либо например там к реабилитологу либо к мануальным терапевту который работает со спортсменами желательно уж очень важно специфику знать либо к спортивным остеопатами только одного знаю владимир улича очень ценю уважаю люблю давно с ним тоже не виделись было бы здорово где-то пересечься то есть спортивному на врачу вот который не работает с биомеханикой а им такой больше классический то есть там на таблетки уколы там назначение добавок и так далее мы чаще всего будем обращаться когда проблемы связаны с например изменением резком измене показателей то есть например пришел ко мне пациент велосипедист и горит у меня вдруг упала мощность на велотренажере на станке и он начинает рассказывать такую историю которая понимает что это не механическая проблема может мне поясницу зажало но уже по рассказу понятно что поясница так не ведет у него что-то с циклом крэпса что-то с обменными процессами гормонами то есть я как шучу я все что я спортивный кастоправ да я уже как бы даже не врач в широком понимании потому что я не занимаюсь там гормонами исследования энергетический энергетического обмена то есть у меня вот есть доктор который там такой спортивный врач этим всем занимается он назначил миллион анализов нашли что сломалось там добавили у него гормональный фон выровнялся мощность увеличилась все отлично если например проблемы по сердцу пошли да то есть это тоже спортивный врач кардиолог спортивный тоже тут как бы вправлять чаще всего бывает нечего например там идет увеличение там объема левого желудочка там спортивное сердце начинает развиваться если же проблема выглядит как боль в опорно-двигательном аппарате то есть который идет от мышц от сустава тут скорее лучше обращаться к людям которые занимаются лечением либо через упражнения либо руками либо комбинируют потому что чаще всего механику химии очень сложно лечить то есть нас механику надо месить механику химию надо лечить химией вот как понять что вообще требуется обращаться не любая боль это факт того что нужно сразу бежать к врачу есть такой good pain хорошая боль которую можно перебегать как обычно называют и есть нехорошие какие признаки первое если боль накапливается от тренировки к тренировке то есть даже если накапливается по одному проценту то через 100 тренировок она копится вдвое поэтому если человек чувствует накопление более желательно обращаться второй момент если боль локальная точечная всегда воспроизводится в одном и том же месте при одном и том же движении желательно тоже обратиться специалистам потому что именно хорошие такие пост нагрузочные боли они никогда не бывают такими локальными то есть это обычно такая боль общая чаще она характерна для симметричных суставов например такая адаптационная боль к бегу в коленях обычно люди показывают целиком они не могут показать где у них болит то есть не болит в целом потому что ткани начинают воспринимать новый для них тип воздействия удар на нагрузку они течко адаптируются к этому поэтому если боль копится если она локальная если она воспроизводится всегда и в одном и том же в одной и той же плоскости если у вас боли предшествовала травма то есть какой-то подвывих падение то есть был эпизод какого-то травматизма и после этого развилась боль если это боль острая то точно надо обращаться если она умеренная можно подождать там один-два дня посмотреть как будут развиваться события если она прям быстро уходит отека большого не нарастает то есть прям быстро уходит тогда в принципе можно попробовать зажить самостоятельно если человек видит нарастание симптомов в течение там 1-2 дней лучше все-таки обращаться за помощью потому что скорее всего чем раньше человек обратиться тем проще будет его вылечить как вы решились открыть свою клинику давно уже планировал мечтала то чтобы открыть свое заведение и как игрушка у меня всю жизнь часть того что кого-то очень позитивно полечил и в этот раз тоже кого-то очень позитивно полечил и поступил такая вот предложение несколько посодействовать в развитии медицинских учреждений и соответственно скажем так вот инициатором был один пациент который помог скажем так решиться на начать там стартовать всю эту историю и дальше просто уже знаете как события начинаются идут просто таким снежным комом вот мы сейчас в той точке которой находимся и я ни разу не жалею что если ты решился на такое большое большое дело то что там сам сам не страшно начинать какие-то такие вещи с какими проблемами столкнулись в начале становления клиники основная проблема в том что я не бизнесмен то есть я врач и все-таки для того чтобы заниматься бизнесом нужно иметь определенные навыки умения знания и быть менее наивным как мне кажется то что у меня как бы от начала от ремонта до там момента получения всех лицензий я узнал очень много всего о том как делается бизнес россии понял шутку о том что главное правило бизнес россии не делайте бизнес россии очень много как бы таких припонов странноватых особенно в документации в лицензированиях вот в каких-то таких общениях с официальной структурами потому что ты вроде как читаешь инструкцию делаешься по инструкции оказывается что надо было делать все совсем по-другому и совсем другие строки и вот именно вот такие с такой проблематикой кажется осталось очень сильно во вторых столкнулся с тем что финансовое планирование на моменте открытия тоже очень сложное дело и ты когда закладываешь сумму на ремонт оказывается что она как всегда в три раза больше это прям я уже понял что это два раза дольше в три раза дороже и третий момент который тоже для меня был достаточно сложный это ковид потому что мы как раз попали мы должны были открываться в ковид я уже снял помещение уже сделали ремонт открыться мы не можем мы не могли получить рецензию и практически вот довольно долго приходилось там снимать помещение все и работать удаленно там муналь тропе по skype это очень смешно но в общем-то приходилось пришлось очень долго вот задержаться с открытием клиники так в принципе она как глаза боятся руки делают особенно когда уже обратно дороге нет к набрал кредитов всем должен на свете уже все пошло и просто такой уж ну значит надо дал дальше просто отступать отступать некуда конечно были моменты когда было страшновато но сейчас вообще не жалею потому что все как-то знаете как страшный сон рассасывается в принципе с чем дальше работаем тему скажем виднее то что решение было абсолютно правильно поэтому кто вот из коллег думает я думаю что надо решаться пробовать потому что если даже не получится то откатиться на уровень назад вы всегда сможете как вы отдыхаете у меня сейчас с отдыхом чаще всего это перемена вида деятельности то есть разные виды деятельности преподаю там со съемками с бизнесом работают пациентов принимаю в основном отдыхаю за счет перемена вида деятельности вот так что прям отдых отдых давненько не было ну вот мы недавно девушка ездила три дня на два с половиной дня в дом отдыха я просто спал ел и парился в бане это было просто идеально там плохо брал телефон мне это очень устраивало но в целом с отдыхом последнее время плоховато и это кстати одна из вот целей когда вы спрашивали какие цели как-то выделять время на отдых хобби и так далее потому что в принципе я давно не смотрел никакого кино не читал развлекательную литературу то есть все очень в процессе слишком много задач сейчас так что я думаю что отдых будет через пару лет начнется как вы узнали о стильках фармтотикс это было очень давно еще когда я был массажистом неврологом и я помню я работал в частной клинике у нас был доктор ортопед травматолог который как раз занимался стильками фармтотикс мне очень понравился он как результаты скажем пациентов которых я ему отправлял на стелечки и и когда так получилось что я из клиники ушел я говорю как вот к тебе лучше направлять и он говорит я тоже ухожу из клиники да пойди научись это говорит в принципе это абсолютно освояемый навык и ты говорит в принципе как не только ортопеды могут это делать потому что я всегда думал что изготовление стелек это удел исключительно ортопедов травматологов он говорит что нет это технология которая хорошо ложится именно функциональным врачам что это и остеопаты и мануальные терапевты и спортивные врачи все могут делать и что технология очень функциональная сама по себе то есть отталкивается от как раз того с чем мы работаем с функцией организма и будет пойди научить и тогда я помню я просчитывал бюджет мероприятия и сколько денег у меня это был очень важный момент я додумал сурсил технологию изучать и помню то узнавал сурсилов станика на 400 тысяч начала оборудования покупаете потом размещайте его на пол комнаты потом там вы покупаете материалы какие-то я так прикинул что наверное через пару тысяч лет я заработаю все эти деньги которые необходимы для начала и когда я очень начал узнавать сколько стоит вход в технологии форм тотикс я был приятно удивлен потому что это был подоскоп фен и стартовый набор заготовок который отбивал подоскоп с феном в общем-то пошел поучиться владимир виллича и потихонечку начал пациентам с которыми работал по массажу потом учился на остеопата стопатически начал потихонечку делать стельки и увидел хороший эффект пациенты тоже увидели хороший эффект и если изначально ко мне никто не приходил на стельки то есть все приходили именно там полечить спину ноги еще что-то то потихонечку начал формироваться и на поток пациентов которые приходили на стельки потому что мира там кто-то сделал стельки рассказал другие люди пришли и сейчас в принципе у меня очень большое количество людей которые приходят именно на стельки и именно за стельками форм тотикс то есть они уже знают чего они хотят очень многие еще говорят а мне вот и на красненькую надо потому что у тёщи красненькая сработала и у меня должна красненькая вот ну в общем в основном технология себя очень сильно оправдала именно в помощи пациентам и в приверженности пациентов к данной технологии потому что у меня где-то ну два максимум три раза в год случается то что я очень много стелек делаю что пациенты возвращаются есть то есть я отдаю тут же денежку как бы ну не случилось обычно кстати это очень однотипные после пациенты это обычно женщины которых за руку привел кто-нибудь у них у всех узкая обувь вот и они такие говорят ну я вообще на меня никто на каблуке никуда ничего не влезает мне в них неудобного не в них ужасно на самом ужасное то что они не могут вот свои самые тоненькие туфли но даже зелененькая бизнес телик туда в них не лезет что нога гели влезает чаще всего это вот такие вот товарища если их не брать то в принципе почти стопроцентная удовлетворенность пациентов технологии что именно получают они какой результат вот большинстве смотрите я скажем так стельки для меня это не ну если чек не пришел на стерке конкретно стелька это не первый выбор терапии то есть я всегда стараюсь посмотреть можно ли человека вылечить на упражнениях или там на мануальной терапии не давая никаких ему дополнительных скажем вещей в жизнь не включая в его да потому что хоть стельки это и вроде удобно и классно но срок на там когда перекладывать там надо корректировать покупать там еще что-то вот поэтому я ориентируюсь на то насколько она необходима и для меня например скажем обоснованием да для применения технологии является то что человек либо я понимаю что он там слишком долго будет например доходить до этого результата там на упражнениях ему нужно дать поддержку либо что он не будет ничего делать таких тоже очень много вот либо если я вижу что у человека спортивная перегрузка например на стопе я понимаю что да там кроссовки упражнения техника бега все это будет хорошо но у него очень сильная перегрузка есть локальные точки которые перегружаются есть проблемы в суставах выше значимые и мы ставим стелечку для того чтобы улучшить биомеханику причем не только на стопе распределение нагрузки но и биомеханику по коленному суставу по поясничному отделу позвоночника также очень часто изготавливаем стелечки например когда работаем со сколиозом потому что очень часто при сколиозировании есть истинная разница длины ног и при этом еще на нее накладывается функциональная разница связанная с вальгусной установкой стопы коленного сустава и мы например здесь очень часто добавляем стельки для того чтобы лучше шла коррекция сколиоза по упражнениям опять же конечно же ставлю стелечки обязательно пациентам у которых непосредственно проблемы со стопой да то есть поперечная плоскостопия там уже образуются стержневые мозоли есть проблемы с холюс вальгус холюз ридигус то есть проблемы с большим пальцем стопы то есть проблемы непосредственно стопы чаще всего действительно требуется стельку и очень хорошо помогают потому что вот один из таких ну частых кейсов когда есть стресс перелом второй плюс невый кости такой вот здесь косточки в стопе она очень часто перегружается из-за того что происходит поперечная плоскостопия и опоры уходят с 1 метрозальной кости с первого луча на 2 он тоненький длинненький очень часто дистальная треть то есть так который ближе к пальчикам перегружается отекает кость прям и сильная боль и у меня много кейсов когда я бегунам делал стельки from totix дальше делал коррекцию которая дает разгрузку в эту зону перераспределяет нормально нагрузку и они даже со стресс переломом могут бегать вообще не испытывая боли я говорю что давайте так не будем делать но они все бегают ходят потом и у них все нормально проходит потому что просто нормализуется нагрузка на стопу вот поэтому в основном что получают пациенты это уменьшение боли улучшение биомеханики тела и комфорт потому что на самом деле знаете как самая частая фраза у пациентов я обычно грудь ну-ка он приходит на коррекцию в этом не жмет не трет там как дела их вообще не чувствую для меня это очень хорошо потому что им говорю если вы постоянно ходите и чувствуете стельку что-то с ней не так я грубо вам вы должны чувствовать когда вы снимаете что вам некомфортно гитва именно так и происходит вот я из них вылазил и чувствую что вот я без них мне как-то не очень а если все кто ощущение комфорта ну то есть ты не чувствуешь как раз для меня очень важно чтобы человек фактически не чувствовал стельки то есть значит ему хорошо организм это принимает что не хватает медицине в россии ну первое что хочу сказать у нас почему-то принято хаять медицину в россии но в принципе у нас есть очень сильные стороны и я хочу сказать что например стоматология то есть сейчас например вот я много работы стоматологами там по височно-члесному суставу и прямо является тенденция но сейчас вот нынешней ситуации нет но была мощная тенденция когда из европы ехали сюда там медицинским туризмом делать зубы не только что дешевле а потому что и дешевле и качественнее то есть у нас очень мир сильные гонотологи очень сильные ортопеды стоматологи у нас очень хорошие хирурги и кардиологи то есть нас есть про направления в которых мы очень сильны и говорить на что российскими сына плохая ну мне кажется это не очень корректно потому что когда попадаешь там в больницу в другой стране в нескольких странах попадала в медицинской организации и я понимаю что у нас то в общем не понятно чтобы конечно все скажут что вот вы не были там в деревне там улюлюйкина в местной поликлинике но скажем так есть сильные стороны тоже есть и слабые стороны и в слабых сторонах мне кажется что очень много лет чем бумажку то есть историю болезни то есть огромная письменная работа какие-то отчеты очень мало времени на работу с пациентом остается реального врача очень большая довольно загрузка с одной стороны с другой стоят требования по макулатуре вот по всей этой программе который никому нужна никто и не читает я не читаемая как оказалось по исследованиям никто прочесть ничего не может в этой документации и действительно вот как бы мне кажется требуется больше индивидуального подхода больше общения с пациентом больше слышать пациентов больше с ними разговаривать потому что на самом деле работа врача огромная часть это комплайнс это добиться взаимопонимания с человеком чтобы он понимал в чем его проблема что было на твоей стороне то есть может быть не хватает каких-то курсов по общению с пациентами потому что этому не учат в его медицинских институтах я считаю что врач должен быть отчасти психологом он должен и маркетологом и психологом то есть он должен продать человеку то что он должен лечиться правильно и не потому что это вот выгодно экономически потому что это для человека правильно и вот тут для меня например было очень тяжело подстроиться под разный тип людей потому что кому-то нужно там жестко сказать кому-то надо все прямо объяснить все технологии кому-то надо сказать что-то остеопат и сейчас магическими пасами это все сделаешь а сам что другое делать но не так важно важно чтобы у пациента было доверие к методике доверие к методу чтобы они там пили препараты которые врачи назначают чтобы они чтобы это был какой-то совместная работа потому что очень часто я вижу что врач и пациент они как бы очень сильно вообще разобщены да то есть там что-то прописали пациент типа три дня попил ему что-то стало хуже или он прочитал там коннотацию испугался перестал пить вот прям классическая история мне звонит массажистка знакомая говорит вот у меня у пациентки такая ситуация ягод ей сделал массаж шеи у нее начались панические атаки давление прыгает она пошла к врачам сдала анализы у нее щитовидка гормоны избыточные ей далее врачи препарат сказать что я сейчас не надо массаж нельзя спортом заниматься дали препараты она говорит выпила препараты есть стало плохо у нее там температура сильно снизилась давление сильно снизилась на это ерунда на меня плохо влияет она их выкинула и сказала что вот буду так у неё там давление по 180 она говорит ладно пойдут и в спортзал спортзалом будут перебивать что это значит это значит что действительно не доработали в объяснении то есть человек жил на высокем уровне гормонов мы пытаемся их стабилизировать естественно будет плохо 21 день адаптация рецепторов надо объяснить что у вас будет синдром отмены чтобы вас будут противоположные симптомы что это нормально при приеме препаратов объяснить почему человеку нельзя заниматься спортом не всю жизнь а только пока снимают это вот состояние то есть вот в это недоработка то есть получается что как бы врачи все сделали как бы они сделали исследование назначили адекватную терапию но человеку не помогло и с таким давлением у него может в любой момент в зале инсульт случится и поэтому вот здесь проблема чаще всего я думаю здесь вот здесь проблема в том что не было нормального комплайнс не было человеческого общения с человеком правильного объяснения просто просто и позвонил полчаса с ней поговорил она продолжил пить препараты там не пошла в зал и грунт придет норму вы потихоньку навернете активность там поэтому эти препараты так работает и так работа вот именно в этом мне кажется большая недоработка не знаю как в других странах но вот бывает что у нас я могу свою данность национальность что у нас очень часто не договаривают с людьми ваше определение здоровья ну во первых это отсутствие каких-то патологических болей дискомфортов которые идут от тела второе это возможность человека функционально выполнять то что он хочет то есть грубо связь и ничего не болит но ты например хочешь бегать но не можешь наверно ты уже не совсем полное здоровье вот если не хочешь бегать ничего не болит то наверное для тебя это в более полное здоровье то есть это понятие что человек может физически там выполнить все что ему хочется не испытывая прямо каких-то больших затруднений и естественно отсутствие там хронических заболеваний там сильных дискомфортов что в таком духе но мы же начинаем двигаться например заниматься даже какой-то ходьбой например да и человек по своей природе может быть ленив и это будет некоторое насилие но это же здоровье он шагает тут получается некоторое насилие да ну то есть если есть у него такой посыл из души ходить вот ходит нет посылу что если врач его послал ходить надо правильно мотивировать человека да опять же упираемся в общение на ваши планы на будущее планы на будущее все как хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах то есть мне всегда такие вопросы как знаете мне очень часто там просто как вы все через пять лет там через десять лет на самом деле жизнь настолько у меня лично не знаю интенсивно меняется и вообще в стране и вообще везде и все ее то есть если мне пять лет назад сказали вы сергеич как вот у вас планы чтобы там представить я бы в жизни бы не появилась не сказали что у меня сейчас происходит бы своя клиника миллион подписчиков там у тебя будут приглашать везде на телевидение там все вышел ребят больны что ли я вот у сижу это юга центре то вот управляю спины то есть мы можем что-то планировать но судьба конечно просто потрясающе показывает нам свои фокусы поэтому я стараюсь не делать долгосрочное планирование там большое какое-то такое да я стараюсь ставить небольшие цели которые я могу выполнить в очень таком обозримом будущем и примерно понимаю что мне нравится что мне не нравится то есть я стараюсь уходить от того что мне не нравится и переходить больше к тому что мне нравится и маленькими шажочками но сказать что там в планах у меня там какому-то году там открыть большую сеть там чего-нибудь такого нет у меня в планах там больше заниматься спортом и как я его реализую я взял начал больше спортом например было в планах там купить оборудование там все в клинику хотел вот тихонечко начала к деньги там купил оборудование но каких-то вот таких прям больших планов вперед нету надо смотреть эту ситуацию ситуация конечно меняется стремительно во всем мире и что там будет происходить очень интересное время живем в общем поэтому планы улучшать улучшение и так сказать стараться делать то что ты делаешь максимально хорошо пока нету к сожалению далеко идущих планов или к счастью простящим боюсь в них разочароваться то есть ты себе настроишь планов все распланируешь у тебя там планер на три года в этом году я то в этом году я это и потом коронавирус например и потом ты такой раз и утянет бывшиеся все эти планы есть если у тебя маленькие цели ты достигаешь прям шаг за шагом мне кажется больше удовлетворенности от жизни получаешь вот вы говорите есть то что у вас получается и доставляет удовольствие а что это сейчас мне очень нравится работа с пациентами то есть вот и при этом скажем так мне очень нравится очень определенный тип патологий то есть те которые легко быстро лечится затем перестал играть доктор хаоса вот и скажем так я стараюсь сосредоточиться на том что у меня хорошо пойдет по проблемам у людей стараюсь максимально четко диагностировать быстро и соответственно если я вижу что проблему кто-то из моих врачей например в клинике будет решать эффективнее лучше там чем я то соответственно там диагностирую сразу перевожу туда пациентов и себе оставляют тех кого у меня хорошо получается лечить нет вот эти патологии нравятся они там классно заходит я знаю что у меня будет там к стремиться к 100 процентам эффективность терапии потому что я ужасно расстраиваюсь и принять как бьет по вообще по все по самому по самому этому сердечнику личности когда что-то не получается то что вот если пациент не улучшается я прям у меня начинают такие прям тревожить очень сильно начинаю ходить об этом думать постоянно вызывать его регулярно бесплатно лечить там еще что-то делать но в общем это прямо добавляет в жизни беспокойство поэтому я очень люблю что все шло хорошо и поэтому я уже знаю что какие проблемы хорошо идут у меня какие там у моих ребят и стараюсь правильно распределять скажем пациентов может я считаю что как бы вот приятно заниматься тем что получается именно вот в этой точке зрения с другой стороны мне нравится моя сейчас активность по медиа мне действительно нравится выступать с лекциями мне нравится снимать видеоролики наблюдать там знаете как бы веселая ферма там что-то растет или их там агочи кормить знаете очень весело так уж можешь на youtube например там о там еще 100 тысяч человек прибавилось а здесь там 50 тысяч лайков занимательно очень почти как веселая ферма только еще и какие-то другие плюсы возникают мне нравится учиться новым технологиям и причем очень здорово что когда-то в возрастном состоянии учить совсем другое ощущение от учебы конечно потому что ты можешь учиться так вдумчиво потихонечку сразу интегрировать как-то вести какую-то такую свою внутреннюю исследовательскую работу очень интересно применять пробовать какие-то новые методы подходы тестировать что-то еще кстати вот я когда открыл клинику по мне очень нравится общаться с моими коллегами потому что поскольку меня хобби нет да у меня основе хобби это вот я занимаюсь поэтому с обычными нормальными людьми мне очень сложно общаться поэтому в основном основное общение у меня идет с коллегами и мне действительно вот у меня фактически вот ну как бы моя вот дружная семья клиника мы здесь все друзья все друг друга любим у нас вообще никаких конфликтов нет и у нас постоянно то есть вот это вчера до полу до часу тридцати ночи втроем три доктора разбирали там сложный случай пациентку лечили бесплатно там заодно пили чай слушали музыку лечили надеюсь она жива не все хорошо у нее да но ну просто когда что-то у кого-то не получается да там здорово собраться там втроем в четвером что-то обсудить попробовать какие-то вещи это классно такое с профессиональное общение но на самом деле очень мне нравится наверное больше мне нравится быть на работе когда не работа да ты пришел со всем пообщался обсудил все обсудил всем посоветовал что-нибудь вот так что а какие специалисты сейчас команде у меня ортопед травматолог реабилитологи которые вот совсем такие серьезные то есть они это нейродогенератика инсульты там отреза оторвала ногу пришли заново учат ходить вот прям так вот такие товарищи медфитнес это тоже реабилитологи но это больше про людей которых ну скажем спортсмены или люди с функциональными болями мануальные терапевты остеопат тоже есть и у меня рефлексотерапевт и ну вот таких еще есть довольно большой слой специалистов которые и мануально могут работать и работают с упражнениями такие универсалы сколько всего сейчас человек команда у меня сейчас 18 человек в команде но это прям полная команда потому что а еще массажист есть полная команда потому что кабинеты кончились кабинета время кончилось вообще конечно за там два с половиной года потрясающе пришел с одним врачом с двумя и вот сейчас просто абсолютно полная клиника вас 85 процентов загрузка всех врачей и дела идут действительно чуть-чуть не знаю там почему постучать очень неплохо и мне очень нравится команда коллектив очень классный потому что отношения внутри команды у нас нету там начальство нету каких-то там рамок дисциплин все очень свободно себя чувствуют там могут брать деньги с пациентов не брать делать любые скидки применять какие-то методы лечения которые они считают нужными а также если вдруг у них что-то не получается у нас всегда считается хорошо привлечь кого-то посоветоваться то есть такие вот стихийные консилиум у нас постоянно происходит то есть если человек видишь что он что-то недопонимает он не будет там стесняться еще что там сам совет товарищей мы все вместе все это разберем такая очень хорошая атмосфера еще в том что я когда работал вот тоже во многих клиниках врач обычно так вцепляется в пациента вот мой пациент я его виду там я его лечу у нас такого нет нас очень сильно преемственность развита то есть например реабилитологи такие вот серьезные там отработали они понимают что человек перешел на состояние кого может заниматься таким мед фитнесом они не будут его штангами качать не отдадут ребятам там зал если там я вижу что у кого-то проблема с половым нервом там с диафрагмой таза там еще чем то есть там товарищ который работает по тазу там по диафрагме по женским всем историям я там лучшему адам и вот не только у меня это да потому что у меня естественно у меня профицит пациентов то есть принципе у меня пациентов примерно 18 раз больше могу реально их принять да то есть поэтому я буду там раздавать что угодно куда угодно но это же и у моих специалистов тоже такой же перенимается вот стиль работы это очень классно потому что большая часть коллективов к сожалению в которых я работал там такие какие-то обиды друг на друг подковерные игры знаете такая тихая ненависть начальство там и так далее мы вот надеюсь что получилось создать какую-то легкую топе в клинике несмотря на это у вас в интернете есть плохие отзывы конечно конечно как вы относитесь к смотрите я работаю с негативом адекватным например вот абсолютно адекватный негатив был вот как раз тоже пациента недавно лечили по ночам пациент пришел к нашему доктору с жалобой он бегает на то что у него по спала спазмирована поясница доктор поработал ударной волной по пояснице расслабил мускулатуру пациент стал и у него начала потянул по ноге от так как у него тянуло три года назад при грыжевом обострении далее собственно на следующий день усилилась синтоматика две недели ему было совсем плохо он чудом не написал не сообщил как-то ничего пропал и написал отзыв там что вот володя ходил все было нормально а вот там другой доктор постучал и все ненормально если ненормально приходим у тебя бесплатно полечим он пришел мы поняли что проблему него была в стопе в итоге и вы просто доктор снял компенсацию в пояснице которая держала да вот эту ситуацию и вот мы провели три бесплатных сеанса полностью все восстановили лучше часто вы систем с тем чем пришел вот последний раз придет и на раз поговорю с ним насчет отзыва но это как бы объективная хорошая нормальная критика потому что ну вот на косячили там не дадим день но не до диагностировали как-то неправильно подошли к терапии есть отзывы связанные с неадекватными пациентами и я у меня есть такая проблема я очень с трудом лицемерию мне очень тяжело когда человек не хамит ведется максимально неадекватно целовать его в попочку делать там такую улыбку мы все извиняемся мы все приседаем на перед вами три раза ку делаем то есть вот как человек просто вот ведется по-хамски и вообще максимально неадекватно мне быть не сдерживаюсь и могу отвечать не в лизаблюдской такой вот атмосфере и те отзывы которые на меня это я всех этих людей помню а я с них деньги не брал абсолютно ни с кого я вообще их руками не трогал потому что нас до этого даже не доходило то есть это люди просто с абсолютно неадекватным подходом может быть конечно как мне грязь в сфере обслуживания но если считаю что мы в сфере обслуживания все-таки врач это не обслуживающий персонал это человек которому ты пришел вылечиться да это ну скажем высок солист высокого уровня и ну то есть это не про сервис история и когда вот мне говорят вот вас там сервис вы должны там кланяться еще что-то я считаю что же адекватность людьми разговаривать но вот как бы когда человек вот такой негатив на тебя выливает ну я считаю что веду себя адекватно в этом моменте то есть просто выгоняюсь кабинет игру чтобы вас больше здесь пожалуйста в нашем помещении не было вот как то так то есть у меня основные отзывы плохие с этим связано потому там говорят демченко материться на сеансе я один раз в жизни населился на сеансе но потому что просто это было просто как говорят по низке тумач ну просто серьезно то есть человек настолько ну вот неадекватно 10 может быть сердце плечев не знаю но когда люди идут на контакт они адекватные хорошо разговаривают и хотят вылечиться они потрепать нервы человеку проверить эту психику на прочность тогда все нормально если действительно есть какие-то проблемы именно вот адекватные мы все это разбираем приглашаем бесплатно разбираем всех там лечим до последнего без проблем еще вот я тоже считаю что очень важный момент это обмен опытом между сотрудниками с каждую неделю есть внутренняя обучалка где либо я либо кто-то из сотрудников которые в какой-то теме более силен всех остальных подучивает и это такое дает еще знаете как синхронизацию технологий в клинике покажется что позволяет переводить пациентов с одного врача на другого не переживая что вы имели в виду разные вещи на что все делали одни те же тесты то есть как бы делать такую единую методологию процесса в клинике тогда получается что все как бы такие как бы универсальные бойцы ну кто-то что-то умеет лучше и поэтому можно совершенно спокойно вот можно спокойно уйти в отпуск там не беспокоить что и пациенты там будут плохо как-то лечиться поэтому очень много контакта как и с пациентами так и внутренних вот таких мероприятий и каких-то мероприятий там даже в вечером ресторане посидеть после работы пообщаться тоже очень важно для того чтобы внутри было хорошее общение между специалистами какие книги или может пособие или какие-то интересные сайты вы посоветуете врачам коллегам мне очень нравится единственное что в принципе довольно много сейчас есть видео материалов но они на английском языке и такой вот небольшой лайфхак для коллег не самому показали я прям очень порадовался на английский на таком очень уровне заказать чаю в гостинице нам как анекдоте и сейчас в яндекса есть автоматический голосовой переводчик который если через браузер яндекса открыть youtube можно автоматически перевести любой ролик переводит хорошо прям с выражением читает прям вот как будто русский разговаривает человек прям в реальном времени от отличная штука я прям для меня открылся очень большой сегмент видео в интернете и на самом деле я бы порекомендовал посмотреть американских европейских физических терапевтов что они делают причем я бы это рекомендовал и неврологом и ортопедом нашим и мануальным терапевтом посмотреть как они тестируют как они представляют какие-то кейсы как они рассказывают по упражнению то есть там это уже давно очень развито то есть фактически вот мой youtube канал он очень много для про пациентов да то есть не для врачей там очень много физических терапевт которые преподают и они очень много выкладывают полезной информации то есть например если врач там работает например с локтом теннисиста да то есть написать на ю тубе по английски там локт теннисиста то соответственно вам выпадет ряд видео физических терапевтов раз разными подходами и клиническими обоснованиями того что они делают почему это делать они очень хорошо это представляют нас исследованиями там совсем и оттуда можно почерпнуть очень хорошо материал я лично очень хорошо воспринимаю информацию вот визуальный на слух потому что иногда когда читаешь литературу нет такой вот хорошей визуализации носит для меня проще получать информацию визуальную и когда мне что-то показывают рассказывают если читать то в принципе хорошо бы все-таки мониторировать как минимум подмет посмотреть смотреть по своей тематике что исследуется потому что очень скажем активно сейчас ведутся исследования в области физической терапии на лечении вот чем мы занимаемся и оттуда много хороших идей которые на что-то могут натолкнуть тоже можно взять с учебниками есть небольшая проблема что практически все известные учебники уже подуста сильно устаревают потому что информация постоянно обновляется постоянно что-то новенькое происходит то что более эффективное чем что-то старенькое и поэтому мне кажется что имеет смысл смотреть тех людей которые вот сейчас на гребне волны все изучают все пробуют тестируют на себе там на своих пациентах очень очень здорово вообще сейчас век мне кажется визуальной информации то есть прям мы сейчас с вами делаем правильную вещь если бы напечатали статью я думаю меньше бы людей бы их прочитала владимир спасибо что записали на прием было очень интересно вам большое спасибо очень рад вас видеть вообще в своем заведении очень рад что доехали дорогие зрители спасибо вам за просмотр жду ваши лайки комментарии подписывайтесь на наш канал и будьте здоровы до новых встреч